здравствуйте друзья на ночной дороге мы беседуем со светланой а философской теме значит есть девушка светлана тоже светлана до молодая девушка она скоро собирается эмигрировать мы не знаем как она собирается это сделать то ли она воссоединяется с родственниками может быть она выиграла green карт лотерею мы не знаем честно вот это этого неизвестно но известно что она уезжает светлана встречается с молодым человеком из-за того что молодой человек такой как бы политически такой про режимный про путинский провод такой патриотический в этом в этом смысле значит то как-то не комфортно ему говорить о том что она выезжает тем более в америку там или что-то вот поэтому она планирует вот она сейчас говорит вот поскольку мне не комфортно гитарная но уже я уеду а из америки я ему напишу письмо и скажу вот что так получилось но но мне стыдно говорит она вот как быть она говорит мне стыдно и мы со светланой уже последние минут 20 там обсуждаем этот вопрос так вдвоем и надо сказать что у нас разные видения за свет вы знаете мы были нет но дело в том что вот сразу ворох ворох целый вопросов там набегает вот поэтому мы не знаем насколько у них там серьезные глубокие отношения хотя они встречаются ну я не знаю но встречаются я так понимаю свет что их отношения не такие допустим чтобы они вели там к семье чтобы она всерьез рассматривала взять его с собой чтобы они вместе даже если бы он например был других взглядов да ну не рассматривается вообще никак никаком виде вопрос того что они могут быть как-то ехать вместе этот вопрос нет то есть если бы человек был действительно любимый да да допустим да то какие-то бы надежды были бы на то что вот допустим если она ему скажет что он уезжает вдруг что-то такое но у нее нет друзей никаких то есть это отношение которые на самом деле они при по-любому они должны прекратиться и даже например если бы вдруг ей хотелось его с собой взять возможно что иммиграционный процесс таков что и он должен будет ждать там лет пять-шесть пока на гражданство получит это все превращается во что-то очень странно поэтому очевидно что отношения не губни настолько глубокие чтобы сказать что вот там действительно какие-то очень-очень серьезные отношения следующий момент состоит в том что ей стыдно ей стыдно за себя правильно ты согласна со мной что она стыдится самой себя она говорит что я слабый человек совесть простым словом совесть она говорит конечно надо было бы ему сказать заранее надо было бы иметь прямой разговор какой-то прямой и до того а не после но ей не хочется находиться в неприятном разговоре с этим человеком который может быть и даже не такой же и близки вы встречаются не такой близки это не это не семья это не родня это не книги не кровь там ничего но не хочется выяснять отношений потому что она знает что это выяснение отношений для нее это не будет расставание людей которые были в отношении а это будет какой-то политические патриотические для нее это будет болезненный болезненный для нее да вот она 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 может быть ошибается может быть он по-другому отнесется я нет уверенности мы не знаем мы не знаем но она ожидает что это будет носить такой негативный характер и она хочет избежать вот этого вот за что осуждать абсолютно невозможно вот возможно за это человека судить подскажите мне не хорошо поступает дело в том что у человека в отличие от животных да есть понятие совести животное что-то делать и у него нет они на рефлексах а у человека помимо этого есть сознание и есть понятие совести обратно откуда идет понятие совести она в общем-то очень сильно связано с общественным нормой морали нормой морали той группы которые которые свежие в обществе разводится что неприлично как бы человека не проинформируйте своих план если у тебя с ним какие-то отношения с другой стороны другой стороны получается эта история что если тебе чего-то делать неприятно самое простое что можно сделать этого не делать зачем себе делать неприятно и никто тебя не заставляет уж тебя там кто-то судит но тоже пускай не осудит дело том что любое живое существо состоит пытается сохранить чувству комфортно и человек только в том числе и сохраняя чувство комфорта совершенно не обязательно себя ввергать какие-то дискуссии с каким-то человеком с которым тебе это дискутировать совершенно не интересно есть два момента здесь первый момент все-таки мы нравственно мы да в ответе за тех кого приручаем то есть если это молодой человек и она с ним встречается правильно то есть как бы можно сказать его приручают каком-то смысле она как бы отвечает она понимает что она несет ответственность за него некоторую незначительные они пока не не таких еще отношений с одной стороны с другой стороны то какой это человек это как именно он себя проявил в том смысле что она ожидает неприятностей в этом смысле как бы мы имеем второй вектор в другую сторону то есть она может быть с ним бы поговорила если бы не его вот эти политические закидоны я даже думаю что там в отношении есть такой элемент как бы можно сказать не этичности а можно так не говорить но этот элемент состоит в чем то если молодой человек придерживается политических каких-то других взглядов да то девушка для того чтобы с ним не вступать конфликт скорее всего молчит на все его политические разговоры хотя внутренний я думаю что она просто аполитично вот моё взгляд на оплачь то что и по его киний раз на поддержку противоположных она молчит она не противоречит потому что понимаешь что будет раздувать огонь и этого делать не хочется но где-то в глубине души она понимает что как-то есть немножко противоречие между тем что ты встречаешься человеком другой стороны тебе что-то неприятно чужой человек на сна чужой человек тебе что-то неприятно и вот эта вот мысль ее немножко беспокоит к сожалению и заставляет как-то переживать что она делает что-то неприлично люди очень часто к сожалению находятся в отношениях которые в принципе можно сказать теоретически они сами могли бы их прекратить там или что-то но находятся в отношении к той мере в которой каждому из них это комфортно я бы сказал так если бы только это они надо к сожалению еще раз к сожалению мы часто находимся в отношениях которые не столько комфортный сколько дискомфортный когда нужно их прекратить ты будешь история получается вот если ты говоришь кому-то я больше с тобой не нахожусь в этих отношениях в этом есть и известный дискомфорт поэтому иногда просто они как-то продолжаются но у нас как разы разные вещи с одной стороны что лучше тянуть эти отношения как бы делать если ничего не происходит если они сильно не напрягают а другой стороны на другой чашке весом лежит тоже через что я должна буду пройти если я скажу человеку что мы расстраиваемся давай так вот девушка с девушки стыдно что ты скажешь вот и скажешь послушай выкинь с головы все нормально там ничего страшного или или что-то ты еще скажешь я хочу сказать что тут дело не в стыде вовсе а то в состоянии вот этого дискомфорта который предстоит ей скажем ему что уезжает и вводить себя у нас в жизни достаточно стресса и заводить себя состояние дополнительного стресса только от того что тебе приходится выслушать и вещь который не хочешь да как быть в отношении молодого человека давай давай так девушку и жарить много не понимает это правда девушка гораздо умнее и хитрее то есть она на все политические выходы скорее всего молчит и просто умалчивается а он-то думает что все в порядке понимаешь то есть вот вот нечестность состоит именно в том что он-то думает что все хорошо а надо думать блин надоело уезжаю я думаю чтобы не назовем это хитростью она более политично такая она более конект корректная да но все-таки все-таки давай мы посмотрим на молодого человека вот у него есть какие-то иллюзии по поводу девушки то есть он явно думает что она ему ближе чем она сам на самом деле его ближе близко вот и он значит весь он там своих идеях политических там туда-сюда и вот девушка пишет ему там милый я очень извиняюсь что мне приходится об этом писать тебе задним числом да но я как бы хотелось сделать это легче для нас обоих вот я проживаю в соединенных штатах и желаю тебе что все у тебя получилось девушка которая будет по духу путина любить меня не меньше тебя и тогда она ему написала это письмо что чувствует молодой человек скажи мне его обманули бросили правил как бросили скрывалась от него поэтому есть и поэтому здесь вот не совсем это не кошерности нет но но с другой стороны ну да вот так вот получается но если она так себя вела все время на самом деле с моей точки зрения если тебе человек не близок духовно да на каких отношениях может идти речь это же не делал только в сексе знаешь просто нет там наверное есть достаточно много такого что их удерживало вместе серьезно на самом деле вопрос если у людей расхождение во взглядах и они на все вещи смотрят одинаково да у них позиция жизненная труба это очень если бы она никуда не уезжала может быть либо вполне устроил нехорошо что он себя там думает это не 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 семья не отношения ты исходишь из того что она с ним не согласна а я исхожу из того что ей без разницы нет же мне может быть человеку без разницы такие вещи когда тебе с яростью наверняка если он такой ярый патриот да иди понимаешь в чем патриотизм такой это в том что люди клеймят всех вокруг лиги от навязывали дать и это вообще неприятно слушать это вообще в целом даже человек который безразличен как политики ему это неприятно даже негативно давай вот мы на нас посмотрим вот ты же аполитично можно так сказать что ты не не интересуешься политикой тебе собственно как-то нет если бы ты вокруг все чернил мне было бы неприятно это очень так а то что я такой розовый альхин это благодаря мне это благодаря тебе ну хорошо ладно значит хорошо то есть это один из принципиальных вопросов отношениях понимаешь вот если человек это как нашим встретились два одиночества один позитивный один негативный да и они притянулись и они хорошо а дальше получается так что там позитивно деваться шуми не буду вот вы свалю ка я в америку ну хорошо я думаю там не гречни конечно не позитивно может быть мальчик более позитивный даже чем девочка мы не знаем но давай все-таки будет какую-то нравственную дилемму такую я хочу сказать что первое хочешь я тебе скажу как бы что у меня первое было в голове когда я все это прочитал мне у меня какое-то такое чувство возникло к девушке знаешь вот ну как к деточке которую надо пожалеть и как-то вот утешить знаешь вот и и я как каким-то образом вот начал думать о гражданской войне я начал думать о бритва времени когда отец идет против там сына там бы брат против брата понимаешь потому что все это построено на политических разногласий политических вплоть до смертоубийство сейчас нету гражданской войны вот ну в том смысле как мы узнаем ту войну сто лет назад но она как бы с холодная гражданская война идет холодная гражданская война иногда даже так теплеет иногда где-то посадят где-то разгонят где-то там значит еще чуть натворят ну так по мелочи по мелочи так утепляют немножко холодную но она идет она больше это не война где брат на брата идет с пистолетом пока что они пока без пистолета но идет идет таки гражданская война настоящая идеологическая там такая сика и вот я подумал что девочка со своим молодым человеком они как бы вот по разные стороны баррикад гражданской войне и я вспомнил произведение которое мы изучали в средней школе называлась она любовь яровая ты помнишь эту любовь яровую значит они были такие революционно настроенные до первой мировой войны а потом она оказалась у большевиков а он оказался у эсеров и таким образом он оказался в белой армии она в красной ну вот в общем короче они воевали по разные стороны и они встречаются они друг друга не видели много лет и потом они встречаются и вроде бы и любовь и морковь и они ждали друг друга но вот то что он с белой армии она в красной серьезный разногласий и вот там вокруг этого все значит ну естественно она потом возвращается к большевикам любви у нее с беликом быть больше не может о чем-то нет ни с ночи короче вот там там целую историю любовь яровая называется я уже не помню даже что это написал ну бог с ним все это не имеет значения как белая гвардия да не выдумывание это не булгаков нет послушайся вот кто-то написал эту самую любовь яровую булгакова школе не учили в нашими он был запрещенный и вот 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 еще одна любовь яровая понимаешь он и она значит одна в белой армии то если он в белой армии она в красной и вот то есть вот как-то у меня в эту сторону пошло понимаешь и что тут сказать даже если даже если мы упростим ситуацию предельно и скажем что вот есть девушка и она встречается с молодым человеком и она должна сказать этого молодому человеку что она с ним больше встречаться не будет ведь казалось бы да она может ему до отъезда сказать ты знаешь что наши отношения там никуда не ведут давай мы значит с тобой расстанет она них да то что он же не понимает чем дело начинная что случилось так нам хорошо с тобой то есть то есть даже вне политического контекста вне политического контекста она не хочет с ним иметь расставание вот этих вот поэтому я хочу сказать что ее вот эта дилемма она гораздо более общая чем скажем проблему человеку уезжающего в эмиграцию любая девушка которая предстоит объяснить молодому человеку что а нас не больше встречаться не будет имеет вот эти вот самые чувства правильно делается в том что еще раз имея перед собой дилемму расторжение отношений человек который хочет их расторгнуть должен придумать способ минимального стресса для себя сделано или нет но и для человека тоже если это возможно на самом деле слушай давай так посмотрим давай мы с точки зрения молодого человека какая из двух ситуаций для него менее болезненно она ему написала оттуда да и он возмущен и он чувствует себя брошенным там и тогда оскорбленным оскорбленным или она ему говорит об этом до того она набралась смелости не будет что так что-то подожди подать и диск что для него более болезненно для него болезненно одинаково но в чем разница разница в том что если она еще доходится здесь может быть и высказать то что он думает да когда человек уехал он не имеет этой возможности ей от этого легче а ему что так вот так вот не высказанный понимаешь обоставлять себя под чужие высказывания тоже как-то совсем то есть на самом деле нельзя сказать что для него этот вариант хуже можно сказать что для него хуже хочется рассказать кому-то это все он начнет своим друзьям и свечка свечка никто не обязан его выслушивать ей бог вот какие бы ни были отношения никто не не обязан послушивать твой булджет понимаешь держи его для себя психологу пусть пойдет все таки мы у меня мы не говорим о том как ему обойтись а мы говорим о том что может будет одинаково непонятно и то и то да но в случае если девушка присутствует он пойдет не выяснять отношения чего девушки делать явно не хочется а если не будет но да вот ему будет неприятно но выяснять отношения несколько все-таки для него какой вариант более обидный и драмат драматичный на кого драматично хорошо я я-то думаю что если ему реально не с кем высказываться и кричать и махать руками что-то доказывать то может быть ему тоже легче но там получил письмо возмутился написал не какую-нибудь гадость там и все и все и нет махания руками и нет объяснений помнишь как в песне и чувства там какие-то не понимает что оставим на скамье роман не окончен чтобы не было никому там больно какие там слова там были немало между нами радостных воспоминаний но я бы не хотела знать огонь и огонь и любви не надо им обоим огонь и любви никому из них огонь и этой не нужно может быть то что она хочет сделать и правильно сделать так это более щадящие по отношению не только к ней но и к нему тоже я я не думаю что надо как-то стыдиться там или чего-то такого может быть все нормально и может быть это действительно самый лучший вариант для них обоих я думаю это спокойный вариант для нее что некоторые могут нам сказать она должна найти подругу идейную и привести ему подругу искать я уезжаю но вот моя подруга она будет тебя любить не меньше меня я хочу такие случаи да мы знаем такие случаи да мы знаем такие случаи когда муж уходил из брака приводил друга своего и говорил он будет вместо меня и они живут часто его же там 20 лет вот и в общем все хорошо так бывает такое но это как бы уже вопрос это я пошутил на самом деле я не всерьез это все говорю вот так что давай мы вот что сделаем давай мы светлане выразим нашу поддержку так моральную и скажем ей чтобы она не сильно себя там как-то стыдилась все хорошо и у нее все будет хорошо у него все будет еще лучше он легко найдет девушку которая будет его поддерживать политически вот там их много таких и симпатичных и таких и идейно выдержанных тоже вот поэтому я думаю что все нормально это не то что вот там семья развалилась дети безотцовщина там я не знаю что еще кто-то ночью все все не так страшно все не так страшно и девушка она совестливая поэтому у нее эти переживания совестливым трудно жить давайте но другой стороны тоже неплохо как бы вот так что вы родили светлане наш привет и я думаю то что то что она хочет сделать это разумно и и в общем то может быть и не надо сильно ней по этому поводу переживать да все обратите внимание друзья мы с светланой 40 лет живем вместе и практически по всем вопросам приходим к соглашению я пробегаю а как же можно не прийти к соглашению но бывает ли мнение разошлись вот поэтому я значит пожелаю девушке чтобы она нашла такого молодого человека чтобы у них всегда в конце разговора был консенсус и тогда они проживут и 40 и 50 и дай бог сервис лет вместе вот и все будет хорошо счастливо